Дом номер 33 на улице Пожалуйста признали аварийным. Его должны разобрать до 31 декабря 2023 года. Похожая судьба постигла деревянное строение на право Лыбецкой 46. Его крайняя дата 1 июля 2019 года. В дело вмешались неравнодушные граждане, которые написали запрос в инспекцию по охране объектов культурного наследия. Говорили об архитектурной и исторической ценности зданий. Эти дома являются типичными образцами застройки города Рязани конца 19 века. Оба они относятся к периоду, когда в городе была популярна и расцветала эклектика в архитектуре зданий. То есть это смешение стилей. Здание удалось сохранить. Дом на право Лыбецкой, говорит Александр, совмещает в себе резной стиль, который называют еще старорусским. А также необорочную архитектуру. Кстати, характерна она больше для кирпичных домов. До революции здесь был доходный дом. На улице Пожалуйста, но здание куда скромнее. Оно одноэтажное, да и не с таким богатым сочетанием стилей. Наличники здесь давно пропали. Заметить их можно только на интернет-панорамах. Согласно закону об охране культурного наследия, собственник выявленного объекта культурного наследия обязан обеспечивать сохранность и неизменность его облика, поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также выполнять ряд других охранных обязательств. Причем опыт подобного воссоздания старинной деревянной архитектуры есть в России. Можно привести в пример целевую программу сохранения деревянного зодчества в городе Томске. Причем инициатором этой программы выступала именно сама администрация города. Причем в качестве средств, на которые эти здания реставрировались, выступала программа расселения из-за аварийного и ветхого жилья, на которые у нас здания сносят. Там под эту программу, под эти средства эти здания реставрировали, реконструировали. И жители, которые жили там 40-50 и более лет, переехали в свои же квартиры, но где уже были все блага цивилизации 21 века. В инспекцию по охране объектов культурного наследия также отправили письмо по поводу дома 44 на улице Праволыбецкой. Здесь раньше жил известный рязанский деятель Александр Васильевич Елагин со своей супругой. Заявка находится на рассмотрении. Напомним, минувшую осенью в список вошли пять объектов. Жилой дом Лукина на улице Щедрина, дом для служащих казенного винного склада на улице Павлова, общество попечения бедных детях Рязани на улице Леволыбецкой, жилой дом Захарова на Соборной площади и здание швейной фабрики на улице Фурманова.